Мир вам! И благодать да умножится! Приветствую вас, любовью, Господа Иисуса Христа, я Максимов Максим. Это прямой эфир. Приветствую всех тех, кто сейчас смотрит меня через интернет, через сайт домверы.ру. Приветствую всех тех, кто смотрит меня через спутник. Приветствую всех тех, кто вообще смотрит меня через YouTube, в записи даже, не в прямом эфире. Всех приветствую любовью Господа Иисуса Христа и хочу сказать вам мир и благодать до умножиться. Пусть Бог благословит вас обильнейшим образом, пускай Бог направит вас, поддержит вас, укрепит вас, пускай Бог и зальет от Духа Своего на вас. Если вы смотрите меня через спутник, сейчас пройдите сюда домверы.ру и вы сможете писать, комментировать и давать ваши сообщения. И я уже вижу, что многие люди присоединились. Давайте сейчас посмотрим, кто меня там что пишет. Ого, здесь у меня пишут Инесса из Бишкуля, Лариса из Бершева, Шалом, Катя Гаврилова из Эстонии, Людмила из Омска, Ольга из Кишинева. Из Лондона наша сестра пишет. Дальше Андрей Ильяшенко, неизвестно откуда. Приветствую вас. Эстония тоже у нас присоединилась. Виктория Мартин, неизвестно откуда, тоже приветствует. Слава из Казахстана. Омск. Я просто пролистываю. Бершева, приветствую тебя, дорогая сестра. Юля Сабакана, Наташа из Одессы. О, кстати, я скоро буду в Одессу поеду. В общем, сообщения идут со всего мира. Скоро у меня ожидаются путешествия. Я буду и в Лондоне, и буду еще в других городах. Я даже сейчас, давайте посмотрю, более точно зайду сейчас на интернет-сайт, чтобы мне не ошибиться в городах, в которых я буду. Потому что городов будет очень много, и я буду и в Англии, я буду и в Германии, и в Ганновере, и буду в Украине, в Васильевке, и город Измаил, и Одесса. Буду в Молдове, в разных городах Молдовы буду. То есть у меня будет такое большое путешествие по Молдове. Я никогда в Молдове в стольких городах не был. И с огромной радостью посещу Молдову. Вообще обожаю их персики. Не знаю, будет ли мои персики готовы. Наверное, нет, не будут готовы. Но это очень-очень интересно, что у меня будет такое длительное путешествие, очень длинное путешествие по Европе, очень длинное путешествие по любимым городам. Поэтому я с удовольствием встречу. Вот здесь я нашел. Значит, смотрите, какое у меня путешествие будет. Я вначале в Лондон приезжаю, и у меня будет служение в Лондоне. После Лондона я буду 22 мая в Лондоне, потом еду в Дерби. Там будет у меня конференция. После этого лечу в Киев. У меня будет встреча в Киеве. После того, как у меня будет встреча в Киеве, я лечу в Ганновер. О, нет, это уже после Германии, после Ганновера. В Киеве Васильевка, Измаил, Кагул в Молдове, Камрад, Фалешты, Кишинев. И потом будет у меня 6-7 июня в Одессе служение. Вот. Такое длинное путешествие. Поэтому буду рад с вами встретиться, если вы там где-то находитесь. Молдова я к вам еду. Украина я к вам еду. Южная Украина, кто на юге находится. И Германия в Ганновер я к вам еду. И, ну, конечно же, в Лондоне я буду. Пусть Бог благословит вас. Очень-очень рад. Рад сегодня общаться с вами. У нас вообще хорошая тема. Важная тема, нужная тема. Мы будем продолжать ее. Ну, давайте сейчас посмотрим, что у нас говорит интернет. Мы, как вы помните, собираем на камеру. И уже как бы большую часть суммы мы собрали. Я хочу поблагодарить вас за вашу активность, за ваше участие, за вашу поддержку. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за то, что вы делаете возможным этот проект. Пока мы собрали 2000 долларов. Благодарю Бога за каждого человека, кто что-то жертвовал. И Стефан последний пожертвовал 50 долларов. Пусть Бог благословит. Луиза пожертвовала, Андреас пожертвовала, Татьяна, Ирина Вальтер и так далее. Вы можете пройти на наш сайт gofundme.com. Сейчас вы видели на экране. Можете пройти туда и сделать ваше приношение на камеру. Если вы хотите узнать, зачем нам нужна камера, там есть описание, видео и так далее. Скоро у нас Пасха, праздник особенный. И на Пасху мы приходим к Господу не с пустыми руками, приносим пасхальное всеми воскресеньям. И прославляем Его имя. Благодарим Господа. Поэтому, если у вас есть желание, примите участие в нашей пасхальной неделе. Будет особенная неделя. Будем служить Господу, поклоняться Царю Царей. Будем воздавать хвалу Ему. Аминь, аминь, аминь. О, как хорошо, как хорошо. Я радуюсь еще тому, что будет Пасха. Это особенный праздник для всех христиан. А для меня еще более особенный. Ко мне приезжает жена на побывку. Как хорошо, что она приедет и будет мне очень хорошо. По крайней мере, тепло. Хорошо, слава Господу. Ну что ж, дорогие мои, мир вам, благодать да умножится. Мы продолжаем нашу тему о эффективной жизни христианина. Давайте начнем с молитвы, с прославления Господа. Вместе с пастором Алексеем Шиповским прославим его, помолимся, возблагодарим Царя Царей. Вместе восхвалим Иисуса. Давайте помолимся. Вы не против? Если ты сейчас переключал канал, остановился на мне и думаешь, кто это такой? Ну, я Максим Максимов, и сейчас я буду молиться. Помолишься вместе со мной, если желаешь. А если не можешь молиться, просто посмотри, как это делаем мы. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя за милости. Благодарим Тебя за то, что Ты хранишь на своих руках. Я прошу Тебя, Боже, благослови, благослови, благослови Господь, благослови нас, благослови нашу жизнь. Мы в Твои руки отдаем себя. Мы просим Тебя, Бог всемогущий, наполни нас благословениями, наполни нас, Господь, Твоей любовью. Благослови, благослови Господь. я прошу Твоего благословения, я прошу Тебя, Боже, прославься, мы хотим поклониться Тебе, воздать Тебе славу, воздать Тебе честь, мы хотим Тебя, Господь, благословить, Ты царь царей, Ты достоин хвалы, Ты достоин благодарения, поклонения, Тебе величие, мы радуемся в Твоем присутствии, и мы благословляем Тебя, Аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь, Ты велик, Иисус Христос, да будет Тебе честь, поклонение и благодарение, Хвала тебе, Иисус Господь, во имя Иисуса Христа, аминь. Я благословляю вас, давайте прославим Иисуса Христа, Царя нашего Господа и Спасителя, аминь, аминь. Еще раз, мир вам, дорогие мои, аллилуйя, да, 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 мы начинаем наш прямой эфир, я Максимов Максим, сегодня у нас будет интересная и важная тема, вместе мы созидаем Царство Божие, вместе мы строим дела Божие, вместе мы ищем лица Господни, вместе мы расширяем пределы. И я хочу поблагодарить Бога за ваше участие, если вы хотите присоединиться, присоединяйтесь, пройдите на сайт Дом Веры, где мы ведем прямые эфиры, можете задавать мне вопросы в прямом эфире, прямо сейчас я вижу, что мне Веска из Болгарии пишет, из Омана пишет Шахназа, Яна из Москвы, люди пишут, то есть прямо сейчас я вижу, как проявляются эти сообщения, я благодарю Бога за каждого из вас, пусть Бог благословит вас, драгоценные. Наше общение продолжается. У нас тема, важная тема, которая меня вдохновляет, успех христианской жизни. Как быть успешным в христианской жизни, как быть успешным не просто в финансах, а вообще, как быть успешным. О, у меня чайку принесли, спасибо большое, Андрюша принес мне чаю. И вы знаете, когда приходят разные сообщения, всегда приятно читать и воздавать, слава Богу. Вы знаете, если вы откроете Фейсбук, у меня там на Фейсбуке Оля оставила сообщение, и я специально публиковал его дополнительно, посмотрите, если возможно, сейчас вы видите на экран. И Оля написала такие слова вдохновения, ну, не знаю, по крайней мере. Пастор Максим, спасибо за слово. Только что посмотрел в записи сегодняшний прямой эфир, но это было вчера. Каждый раз, как холодный душ, спасибо вам за выдержку, за терпение, за то, что вы стоите в Господе. Ведь я смотрю на вас, на ваши качества, слушаю слово, читаю, и это позволяет мне стоять на верном пути к познанию воли Божьей. Много еще, много можно еще много сказать, так как ваши проповеди слушаю с юности. Представляете, у меня уже есть люди, которые с юности слушают проповеди. У меня сформировался внутренний стержень, правильный, благодаря тому, что слово Божье работало с моим мышлением, с вашей позитивной, а не угнетающей подачей. Пусть Бог благословит вас обильно. Ольга из Одессы. Оля, спасибо вам. Такое благословение, такое свидетельство, просто для меня огромнейшее вдохновение. Такое свидетельство прочитать, и я просто очень-очень благодарен Богу за вас. И меня что радует, что не бесполезен мой труд. То есть, когда я что-то делаю, что есть смысл в моей работе, смысл в том, чем я занимаюсь. Поэтому для меня это огромнейшая тройная радость, тройная радость в этом деле. То есть, как бы, я и делаю, и служу, и вижу, что это приносит кому-то плод и приносит смысл. Аминь. Я думаю, что это и есть успех христианской жизни. Это и есть успех жизни христианина. Когда твоя жизнь, она не просто перемолоть пищу, вагон еды. Знаете, человек съедает за одну жизнь один вагон еды. 40 тонн еды мы съедаем, пропускаем через себя. Вот так заходит и выходит, заходит и выходит. И всегда пища на входе красивая, на выходе ужасная, безобразная, вообще отвратительная. Но мы перемалываем себя. И если вся наша жизнь заключается в том, только чтобы перемолоть пищу, пропустить через себя пищу, и это здесь смысл нашей жизни, тогда бедные мы люди, несчастные люди. Послушайте, мы несчастные люди, если все, что мы только делаем, мы перемалываем пищу через себя. О, я перемолол пищу. Ну, зато какую, икорку, там еще что-то, сливочки. Дорогой человек. Ну, просто это катастрофа, если ты только этим занимаешься, перемолкой пищи через себя. Это катастрофа. Жизнь тогда зачем тогда вообще, к чему вся эта жизнь? Но наша жизнь, она дана Богом с особым-особым смыслом. И мы хотим прожить ее хорошо, успешно. Нужно давать себе отчет, каждому человеку. Если тебе 50 лет, сколько тебе осталось? Ну, 30-40 лет, 50 лет максимум. Я видел 100-летних людей, так это уже особо не жизнь, а так тебя носят, когда они принесли, поставили. Если тебе 20 лет, ну, тебе осталось 50-60-70 лет прожить. Если тебе уже 60 лет, сколько тебе осталось прожить? Ну, давай будем реалистом, да? Мы мерим уже десятками. Если тебе 70 лет, давай сводить к таким более конкретным цифрам. Жизнь проходит очень быстро. Очень быстро. Жизнь пролетает. Жизнь пролетает так быстро, что вот я сейчас стою, я поверить не могу, что мне уже 40, мне уже 45. Я прожил огромный кусок жизни. Ну, потрясающе. То есть, я подумал, ой-ой-ой-ой, мне нужно еще много успеть, много сделать. Я хочу иметь успешную христианскую жизнь. Успех христианина имеет много составляющих. И он состоит из многих ингредиентов. Как борщ, как винегрет, как любое блюдо состоит из многих ингредиентов. Необходимо их все иметь. И мы с вами говорили в последние разы о милосердием, как один из важных ингредиентов. Давайте посмотрим, какие еще ингредиенты бывают в успешной христианской жизни. Мы говорили, любить Господа всем сердцем, всем разумением. Это самый главный составляющий ингредиент. С этого начинается все. Любить ближнего, любить человека. Это второй пункт, любить ближнего. Дальше мы говорили, быть щедрым, быть милосердным, творить добрые дела. Это тоже очень важный, огромный пункт в жизни. Мы говорили о законе зеркала. Ты получаешь то, что ты запускаешь жизнь. И если в твоей жизни один негативизм, это значит, что ты выпускаешь и яд, и негативизм постоянно себя излучаются. Теперь мы пойдем дальше. Что делать? Быть милосердным, быть благотворительным, быть щедрым. Очень важный момент в нашей жизни, наши слова. Во власти языка жизнь и смерть. Так написано в Священном Писании. Во власти языка жизнь и смерть. И любящие вкусят от плодов его. Так написано в Библии. И это фундаментальная истина. Большая. Это как бы управление языком. Есть несколько основных мест Писания. Давайте откроем с вами Библию. Притчи. Откроем притчи. И когда мы с вами откроем притчи, я попрошу вас, если у вас есть Библия. Посмотрите, какая у меня большая Библия сейчас на экран. Пожалуйста, вы видите. Вот у меня такая огромная Библия. Мне подарили ее в Алма-Ате. Хорошая семья Пахомовых. Благодарю Бога за них. И здесь написано так. Написано так. Притчи, 18 глава, 20 стих. Притчи, 18 глава, 20 стих. От плода уст человека насыщается чрево его. И произведением уст своих он насыщается. И дальше написано. Смерть. Послушайте. Смерть и жизнь во власти языка. И любящий его вкусит от плодов его. Смерть и жизнь во власти языка. Ммм, потрясающе. Смерть и жизнь. От плода уст человека наполняется чрево его. Знаете, это так потрясающе сказано, ну, так потрясающе заложено, когда мы говорим о устах, внутри ваших, за зубами, если они у вас есть, спрятан инструмент, во власти которого находится жизнь и смерть. Многие люди понятия не имеют, и мы уже говорили на эту тему, что необходимо говорить правильно. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии обращаются к нам в Священное Писание. Если говоришь что-то, говори, как слова Божии. Если ты не управляешь своим языком, тогда язык управляет тобою. И ты получишь хаос в своей жизни, ты получишь разочарование, ты получишь несчастную жизнь. Люди, которые чаще всего говорят гадости, в их жизни все время какие-то проблемы и проклятия. 1 Петра, 4 глава, 11 стих. 1 Петра, это Новый Завет, апостол Петр пишет. 4 глава, это после Евангелия, ищите уже сразу же, листайте. 11 стих. 1 послание Петра, 4 глава, 11 стих. Говорит ли кто? Кто говорит? Вы говорите. Говоришь ли? Окей. Говори, как слова Божии. Служит ли кто? То служи по силе, которую дает Бог. Дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава в веки веков. Аминь. Послушайте. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Говоришь? Я говорю. Хорошо. Говори, как слова Божии. Говори, цитируй, повторяй, запусти Слово Божие в свои уста. Иисус Навин, 1,8. Все хорошо знают. Это Старый Завет. Сразу же после пяти книг. Шестая книга в Библии. Шестая по очереди. После пяти книжек Иисус Навин возглавляет народ Божий. И вот он пишет. Бог ему говорит такие слова. Иисус Навин. Первая глава, по-моему, 8 стих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь. Чтобы в точности исполнить все, что... Поучайся в ней день и ночь. Многие говорят. Да не отходит сия книга закона от глаз твоих. Нет. Это не совсем о глазах идет речь. Здесь речь идет не о глазах, а об устах. Да не отходит с себя книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Аллилуйя. Тогда вот в этом случае ты будешь успешен во всех путях твоих, во всех путях твоих. Аллилуйя. И будешь поступать благоразумно. Итак, успех. Поступать успешно, успешная жизнь христианина, это взять контроль над своими устами. Взять контроль над своими словами. Взять контроль над тем, что мы говорим. Взять контроль над своими устами. Почему ты как чай попьешь, ты всегда делаешь а? Не знаю почему, но почему ты так всегда делаешь. Взять контроль над своими устами. Говорит ли кто, говори как слова Божие. Да не отходит с себя книга закона от уст твоих. Жизнь и смерть во власти языка. Язык формирует среду нашей жизни. Язык формирует среду нашего обитания. Язык формирует атмосферу. Язык формирует атмосферу нашей реальности. У каждого человека есть своя реальность. Как свой запах. В каждой семье есть свой запах. У каждого человека есть своя реальность. И вот язык формирует реальность, которую ты хочешь иметь. Если ты хочешь иметь реальность кислую, недовольный, ворчи, возмущайся, говори гадости. И ты получишь кислую реальность. Если же ты не хочешь иметь кислую реальность, хочешь иметь светлую реальность, говори слова Божии. Говори жизнь, говори благословение. Благословение, под властью языка находится жизнь и смерть, под властью языка находится все. Давайте откроем Иакова, 3 глава, давайте откроем Иакова, это Новый Завет, откройте послание Иакова, потрясающее послание, где описаны очень четко вот эти все процессы того, что происходит в вашей Библии, страница, глава 3, страница 170, если у вас есть Синодальная Библия, 170. Здесь написаны такие слова, 2 стих, ибо все мы много согрешаем, Иакова, 3 глава, 2 стих, ибо все мы много согрешаем, но кто не согрешает в слове, в словах, тот человек совершенный и способен обуздать свое тело. Тот, кто не согрешает в своих словах, тот может обуздать свое тело. Вот мы удила вкладываем в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь так много вещества зажигает. Язык огонь, язык огонь. Посмотрите, вот этот стих, 6 стих. Язык огонь, прекраса неправды. Он используется. Язык в таком положении находится между членами, что оскверняет все тело, и еще воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. О как. И 8 стих. Всякое сество зверей, 7 стих. И птиц пересмогаешься, и морских животных укращается, и укращено сеством человеческим. 8 стих. А язык укоротить никто из людей не может, ибо это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и проклинаем человека. Человека, сотворенный по подобию Божьего. Из тех же уз исходит благословение и проклятие. Не должно, братья, сему так быть. Течет ли из одного источника сладкая и горькая вода? Задает он вопрос. Не может, братья, смоковница приносить маслин и веганоградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Аллилуйя. Мудр ли кто и разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле. Добрым поведением с мудростью и кротостью. Итак, язык. Язык воспаляет круг жизни. Язык создает атмосферу вокруг. Наша реальность, она связана с языком. Язык сильный генератор жизни и смерти. Язык сильный генератор всего. Вы хотите устроиться на новую работу? Начните с языка. Начните работать над своим языком. Начните говорить слова. Начните исповедовать. Начните провозглашать. Начните говорить. Когда вы придете устраиваться на работу, вы будете говорить с начальником. Знаете, почему люди берут на работу кого-то? После собеседования. Что бы вы там ни старались. Собеседование это один из самых важных факторов приема на работу. Как вы говорите? Как вы управляете языком? Что вы говорите? Слова, которые вы запускаете. Импульсы, которые вы посылаете. Импульсы, которые распространяются из ваших уст. Импульсы, которые идут из ваших уст. Импульсы, которые вытекают. Все зависит от того, что вы посылаете. Если вы все время говорите, что-то плохо, что-то трудно. Наверное, не получится. Наверное, вы получите, пожнете результат трудности, и ничего не будет получаться. Язык запускает волну цунами в вашу жизнь. Язык – это источник, откуда приходит цунами. И цунами придет с разрушающей волной. Научитесь управлять своим языком. Научитесь говорить. Научитесь говорить слова Божии. Научитесь говорить жизнь. Научитесь говорить свет. Научитесь говорить. Многие люди не говорят ничего. Научитесь говорить слова Божии. Запусти в свои уста слова Божии. Переведи их. Я видел, в Израиле они стоят возле стены плача, и вот так берут псалмы и начинают вот так шатаясь, прочитывать их, читая, читая, читая. Необходимо говорить во власти языка. У языка есть власть. У языка есть власть. У языка есть власть. Когда мы что-то говорим, происходит. Если мы говорим, например, я начал говорить о том, что нам нужна камера. Я сказал, люди дорогие, давайте будем жертвовать. И уже сейчас многие люди поддержали нас. И мы почти всю сумму собрали, но еще не собрали всю сумму, но почти всю сумму собрали. Начал говорить и начало происходить. Начинайте говорить слова. Начинайте говорить слова. Многие же треплют языком ни о чем. Их жизнь ни о чем. Они говорят ни о чем. Их жизнь наполнена словами ни о чем. Фактически их жизнь наполнена словами ни о чем. И они никуда не идут. Почему? Потому что, потому что, ну, потому что это плохо. Очень важный момент. Хорошо ли меня слышат нам, дорогие друзья? Я хочу, чтобы вы проверили уровень звука. Вы слышите меня? Потому что если вы не слышите, вам необходимо открыть свои уши. Библия говорит, имеющие уши слышит. Да, слышит. Очень важный момент. Мы открываем свои уста. Бог хочет, чтобы Слово Божие поселилось в нашей жизни. Помните притчу о Сеятеле? Луки 8 глава, где Иисус рассказывает притчу о Сеятеле. Луки 8 глава. И со стиха 5. Очень потрясающая притча, ключевая притча, да главная притча. Вышел Сеятель, Сеятель. Луки 8 глава, с 5 стиха. И как Сеять свое семя. Иной упал на дороги, и было потоптанно птицы небесные скрывали. Иной упал, зайдя в каменистую почву, не имела влаги. Иной, 7 стих. А иной упал между тернием, и выросла терния, и заглушила его. Иной упал на добрую землю, и войдя, принесло плод стоичный во сто крат. Сказав сием, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики спросили его. 9 стих. Что значит эта притча сия? Он сказал, вам дано знать Царство Божие. Впрочем, о прочем в притчах. Так что они, видя не видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча. Упавшие при пути, это суть слушающие, которым приходит дьявол. Это притча о проповедии слушающих. Приходит дьявол и уносит сердце, чтобы не спаслись. Упавшие на камень, есть те, которые когда услышат, с радостью принимают, но которые не имеют корни, верим верят, а во время искушают. Так, БМВ, более-менее верующие. Упавшие в тернии, 14 стих, те, которые слушают Слово, но, уходя с заботами, богатством, наслаждением и житейским, подавляются и не приносят плода. И 15 стих. Упавшие на добрые земли, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром, чистом сердце и приносят плод в терпении. Скав этому, согласил, кто имеет уши, слышит. Да, слышит. Посмотрите, что здесь очень важный момент. Иисус говорит притчу о сейтеле. Что семя принесет урожай во сто крат. Что вышел сейтель сеять? Что вышел сейтель сеять? Что сейтель вышел сеять? Я у меня к вопросу там, в Доме Веры. Мне интересно, вообще вы со мной или нет? Что вышел сейтель сеять? Что он начал сеять? Он начал сеять что? Подскажите мне. Ну, согласно тому, что Иисус объясняет в этой притче, что обозначает вышел сейтель сеять? Что именно сейтель сеет? Что конкретно? То есть он сеет помидоры, капусту. Что сейтель сеет? Я хочу просто, сейчас послушайте, там, кто меня смотрит. Конечно, слово. Галина. Конечно. Конечно, Лариса. Слово. Сейтель слоит. Семя, да. Но, в действительности, в этой притче семя, это имеется в виду слово. Это проповедник. Это человек, несущий слово. Семя, это сеятель сеет семя, которое есть слово. Теперь. Что Иисус Христос имел в виду, говоря про эту притчу? Катя Гаврила, вы абсолютно правы. Что он имел в виду? Статьяна из Двиги тоже правы. Ольга из Одессы тоже правы. Что Христос хотел, чтобы произошло со словом? Ну, представьте, вот слово. Вот он говорит, вышел сейтель сеет слово. Что он хотел? В этой притче вы, ты, являешься почвой. Ты являешься почвой. Он хочет, чтобы ты принял, с радостью услышал, принял. И оно упало вовнутрь. Окей? Что значит урожай во сто крат? Давайте, объясните мне. Что значит урожай во сто крат? Он хочет, чтобы мы принесли урожай в 30, 60, 100 крат. Что значит урожай во сто крат? Это как? Спасенные души? Что значит урожай во сто крат? Почему Иисус ждет урожай во сто крат? Я задаю вопрос, чтобы вы начали думать. Урожай во сто крат. Он хочет результата. Катя Гаврилова пишет из Эстонии. Абсолютно верно. Что значит урожай во сто крат? Чего он ожидает? Что значит принести плод? Плод – это значит что? Спасенные души. Это значит покаявшийся. Это значит измененный характер. Что, по-вашему, плод в этой притче? Что значит принести плод? Мне всегда интересно, потому что люди, когда читают эту притчу, они не понимают фундаментальной, самой простой истины. Я принимаю слово, вышел сиятель сиит и принести плод во сто крат. Что значит принести? Как это физически должно выглядеть? Катя Гаврилова говорит дела. Неправильный ответ Катя Гаврилова. Так, «Придж де Госпел» ближе. «Делишься словом» еще ближе. Сейчас слушайте внимательно. Если сеятель вышел сеять слово, мы ожидаем, Господь ожидает, что мы пожнем, что он пожнет слово. Если сеятель... Вот смотрите, другие услышат про Христе. Неправильный ответ. Плод – это люди. Неправильный ответ. Это хорошие слова. Вы сейчас послушайте. Это хорошие слова, вы говорите. Ответ неправильный. Правильное слово. Лариса правильно говорит. Смотрите, что происходит. Когда мы принимаем слово как почва, Господь ожидает, что его слово, вот я взял слово, оно упало вовнутрь. Во мне как в почве произросло. и вышло, это не плоды духа. Нет, это не финансы. Я видел, как некоторые финансовые проповедники говорят, «О, Господь благословит тебя деньгами в 30-60-100 крат». Брехня это не благословит. Да в таком плане не нужно рассуждать. Бог меня деньгами даст, если я буду слово слушать. Мы сейчас говорим, мы говорим сейчас, слово падает, и он ожидает, что любое слово, если ты хорошая почва, оно сто раз выйдет из твоих уст. Вот, ты умножатель слова. Другими словами, слово попало, ты услышал проповедь, он ожидает, что ты ее скажешь хотя бы 30, в лучшем случае 60, а в самом лучшем сто раз повторишь эту проповедь. Это откровение, слово. Другими словами, я беру из Библии. Послушайте. Я беру из Библии слово. Принимаю его. Вороны не клюют, я защищаю свои мозги. Камней в сердце нету, сорняков нету в душе. Слово падает, Иисус Христос говорит притчу о том, что его слово, он ожидает, что оно произойдет процесс. Оно упало, умножилось во сто раз и выходить начало. Сто раз умножение. Это не про деньги притча. Все, кто использует эту притчу про деньги, закройте свои уши и не слушайте. Это брехня. Никаких деньгах тут речь не идет. О, если ты пожертвуешь, ты получишь во сто крат. Брехня. Ничего ты не получишь во сто крат. Один мне пришел, говорит, пастор, я пожертвовал за прошлый год тысячу долларов. У Бога должок. Я говорю, в смысле должок? Он говорит, он мне должен сто тысяч долларов. Я говорю, с чего ты взял? Он говорит, ну как, во сто крат я хочу пожнать. Мне, говорит, я все долги божьи записываю. Я говорю, в смысле ты записываешь долги божьи? Он говорит, ну он же обещал во сто крат. Я когда открыл ему Библию и сказал, братан, он тебе деньгами не обещал во сто крат. Он сказал, что вышел сеятель сеять это слово. Он ожидает, что ты каждую проповедь, которую слышишь, будешь хотя бы сто раз. Тогда ты будешь хорошей почвой. А если ты не повторяешь ее сто раз, то ты плохая почва, каменистая. Ты не будешь повторять почву. Наступает гонение, и ты раз спрыгнул. Суета, сорняки пришли, увлечение всем остальным спрыгнул. Не приносишь. Люди, которые не репродуцируют слово через свою жизнь, это каменистая почва, сорняки или асфальтобетон, и вороны у них в мозге клюют. Он ожидает. Многие говорят, это спасенные души. Сейчас не про спасенные. Ну да, если ты будешь говорить слово, люди будут спасаться. Сейчас он не говорит о спасенных душах. Он говорит. Конечно, Лариса с Израилем говорит, хорошо, чтобы и про деньги тоже было. Я понимаю, Лариса, наша плоть хочется, чтобы все на деньги переводилось. Но в данном контексте притчи Иисус Христос говорит. Вот у меня одно слово я вам говорю. Даю слово. Вы, как инкубаторы, в которых размножаются, слово и перерастает. Хорошо, давайте так. Когда вирус к вам, вот идет, летит маленький вирус. Летит вирус. И он к вам, кто-то чихнул там рядом. И там вирус летит, летит, летит. И он на язык тебе попал. И он сказал, я здесь буду плодиться и размножаться. И вирус у тебя начинает размножаться, 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 размножаться. И ты рождаешь уже тысячи вирусов, сто тысяч вирусов. Ты чихаешь, и вирус уже распространяется дальше. Вот если взять вот примерно такую картину, только не вирус, а слово Божие. Бог ожидает, что мы возьмем его слово и заполним свой эфир его словом. Говорит ли кто, как говори, как слова Божие. Мы в начале эфира с вами читали. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть он смотрит нас, как на инкубатор слова. Попало одно, размножил, стало сто. Но если вы откровение получили сегодня, ты хорошая почва. Только в том случае, если ты возьмешь то, что ты получил сегодня, вчера и третьего дня. Возьмешь, пропустишь через себя и выйдет из тебя сто раз. Тогда я могу сказать, что это хорошее. Давайте задам вопрос. А сколько раз вы откровения, которые получаете, хотя бы в Доме Веры, репродуцируете через свою жизнь? Я проповедовал две недели назад. Вы слушали. Вы репродуцировали? Или вы даже тему сейчас вспомнить не можете, о чем мы говорили? Репродуцировать, повторять. Другими словами, слово должно ожить в вашей внутренности, в вашей жизни. Слово должно воскреснуть, оно должно начать генерировать и происходить умножение. Мы, как машины по умножению слова. Вот это и есть благословение. Катя говорит, теперь все понятно. Аминь. Евгений Скишинева, слово мы должны меняться. Аминь. Вы улавливаете мысли. Дорогие мои, я сейчас смотрю на ваши комментарии. Спасибо за то, что вы пишете. Слава пишет. Аминь, пастор. Евгений Скишинев говорит, словом мы должны меняться. Катя говорит, теперь понятно. Катя молодец. Шахназа говорит, аминь. Важное слово. Спасибо, пастор. Сергей из Валенсии, Испания. Да, да. Аминь. Инесса говорит, из Бишкуля. Это круто. Юрий из Украины. Разве слово не касается всех сверхжизней? Да, 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 да. Слово касается всех сверхжизней. Но в данном контексте Иисус говорит, чтобы это слово у нас умножалось. Послушайте меня, дорогие. Когда Иисус смотрит на нас, Он ожидает, что мы будем умножать слово. Давайте начнем. Мы говорим о принципах успешной жизни. И чтобы наша жизнь была успешной, нам необходимо быть умножателями слова. Пусть Бог благословит вас. Я помолюсь за вас. В конце этого эфира, Господь, я молюсь за каждого человека, кто сейчас слушает меня. Я прошу тебя, Боже, благослови их жизни. Пускай произойдет умножение слова по всему земному шару. Пускай, Господь, слово, которое ты сеешь в сердца людей, оно происходит умножение, и это слово распространяется. Господи, я благословляю каждого. Я благословляю. Я благословляю тех людей, которые слушают, чтобы они получили откровение и умножали Твое слово. Благословляю именем Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь, аминь, аминь. Комментарии продолжают сыпаться. Юлия из Зыбауски говорит, получила откровение. Аллилуйя. Наташа из Мизури говорит, аминь. Из Алматы, поселок Инвестицийский, возлюби Бога потом ближнего. Слава Господу. Пусть Бог благословит вас, драгоценные. Я очень дорожу каждому из вас. Люблю, благословляю. Я верю, что у вас все будет хорошо и вы получите множество благословений в свою жизнь. Пусть Бог наполнит вас. Пускай Бог откроет вам. Пускай Бог и зальет на вас до избытка. Говорит, зависло, ничего не видно. Ну, жаль, что у вас зависло. Я надеюсь, что все нормально у нас пока, что все нормально. Я благодарю Бога за каждого из вас, за ваше участие, за вашу жертву. Благодарю Бога за то, что вы поддерживаете нас и делаете возможным этот эфир. Благодарю вас за то, что вы присылаете свои десятины и приношения. Пусть Бог благословит вас. Я очень благодарю Бога за каждого из вас. Ценю за все вдохновения, комментарии. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Держитесь за Господом. Все будет хорошо. Спасибо за то, что вы поддерживаете. Спасибо за партнерство. Вы можете нам на камеру помочь, если у вас есть желание. Вот сейчас вы там видели на экране. Пусть Бог благословит вас. Ваши десятины реально помогают. И вам, Юрий Горчаковский из Украины, спасибо за то, что вы поддержите нас. Ну что ж, встретимся завтра. Хранит вас Господь. Держитесь за Бога, за Слово и будьте умножателями Слова. Люблю вас, ценю и благословляю. Во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!